Здравствуйте! Август стал рекордным по объему выдачи ипотеки. Как сообщает агентство жилищного кредитования, в прошлое месяце россияне оформили более 94 тысяч кредитов на 174 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем в прошлом году, и на 19, чем в 2014. А именно 2014 год был признан самым успешным за всю историю рынка. Что касается годовых показателей, они тоже показывают рост. За 8 месяцев выдано более 600 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22 процента в денежном. По мнению экспертов, причина в ставках по ипотеке. Они находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года. В среднем 10-11 процентов годовых можно найти предложение и за 9 процентов годовых. Пермские учителя могут позволить себе взять ипотеку только на 30 лет. Сайт Авиторабота оценил доступность жилищного кредита для российских педагогов. По данным портала, средняя зарплата учителя в Перми – 21 600 рублей. Эта сумма не позволяет взять в ипотеку двухкомнатную квартиру на 10 лет. За жилье стоимостью 2,5 миллиона рублей придется платить 29 тысяч рублей ежемесячно, а это больше зарплаты. Если пермский учитель возьмет ипотеку на 20 лет, то сумма платежа составит 20 500 рублей, на 30 лет – 18 700 рублей. Если в семье два педагога, они могут позволить себе взять ипотеку на 30 лет, но в этом случае платеж будет доступным, так как составит 43 процента от общего дохода. Надо сказать, 43 процента от общего дохода за ипотеку на 30 лет – это один из самых лучших показателей по стране. Сравните, в Челябинске супруги-педагоги будут отдавать ежемесячно 44 процента, в Красноярске – 47, в Омске и Волгограде – 50, в Казани – 72 процента, в Санкт-Петербурге – 79, в Москве – 98 процентов. Добавлю, в исследовании Авиторабота использовались данные по 15 городам-миллионникам, предполагалось, что первоначальный взнос в размере 15 процентов от стоимости квартиры уже внесен, а ставка по ипотеке составляет 10 процентов. «Люра Амерлен» откроется в Перми 20 декабря. В индустриальном районе завершается строительство гипермаркета французской сети товаров для строительства, отделки, обустройства дома, дачи и сада. Новый торговый центр будет работать на месте бывшего ипподрома на шоссе космонавтов. Площадь составит 17 тысяч квадратных метров. Как сообщает интернет-газета «Текст», сейчас в магазине идут внутренние работы, готовятся подъездные пути. Для покупателей «Люра Амерлен» откроется 20 декабря. Лед для городка на Эспланаде закупят более чем за 6 миллионов рублей. Агентство социокультурных проектов Перми объявило конкурс на поставку природного льда для объектов ледового городка. По данным конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта 6 миллионов 700 тысяч рублей. За эту сумму подрядчик берется заготовить природный лед. Блоки должны быть из пресной воды, однородные прозрачные, без трещин, сколов, снежные наледи. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября. Всего на возведение ледового городка в этом году власти потратят 28 миллионов рублей. Тема этого года – чемпионат мира по футболу. Курсы валют на 7 октября. Доллар 57 рублей 76 копеек, евро 67 рублей 53 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.